Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. С мужем пишите вы 3 года браки, летом у нас случился кризис, мы еще купили мотоцикл, мы отдалились, он не изменил. Знаете, это факты, простые факты того, что вы описываете, но они на самом деле очень важны, как мне кажется, да, потому что это ваша жизнь, это влияет на вашу жизнь, так или иначе. И, соответственно, меня интересует, конечно, то, в каком контексте ваши отношения находились, например, когда ваш муж покупал мотоцикл. Почему после того, как он купил мотоцикл, вы отдалились друг от друга? Ну вот, с чем это связано? То есть, насколько вам, например, было обговорено, что он покупает мотоцикл, допустим. Насколько вы разделяли его позицию о том, что, ну, чтобы купить мотоцикл. Вот. Знали ли вы о том, что ваш муж хотел мотоцикл? Как вы относились к этому? К тому, что он хотел мотоцикл. Вот это, мне кажется, довольно важными моментами. Все. Стали... Дальше. Как вы пишите, он мне изменил. Но потом решили вернуть семью. Стали жить опять вместе. Смотрите, у нас есть сын, и на тот момент я была еще беременна. Вот что, смотрите. А изменения... Это свидетельство определенного кризиса в отношениях, конечно же. И, на мой взгляд, вам необходимо разобрать вот этот момент. Почему вам изменил ваш муж, из-за чего он вам изменил, вот. Какие, какие сложности у вас были в отношениях, что он вам изменил, вот. И так далее. Это, на мой взгляд, очень важно. Это, на мой взгляд, очень важная история. Почему так вышло, что человек вам изменил. Вряд ли это, какая-то случайная история, что вам изменили. И, соответственно, скорее всего, вашему мужу, да, скорее всего, что-то не нравилось. И тут, конечно, вот, надо бы, поисследовать. Что, что конкретно изменилось, вот, у вас, в отношениях. Дальше. Так, я стал меняться, не пилить его, ничего запрещать, быть добрый, ласковый и увидел изменения. Он перестал быть грубым, в сексуальном плане все улучшилось. Подарки это поединительная проблема, иначе не было снова. Бели финансовый муж много зарабатывает, мы платим кредиты за этот мотоцикл, долги и бюджет. Нам уже считают, что он должен вести его. Пытались экономить, но там вообще на аварию попадет, то еще что-то. Я родила дочь, муж был ласковым, заботливым, ходил, целовал, обнимал, потом резко перестал, и через месяц заявил, что ничего не чувствует и хочет развода. А, ну, знаете, вот, выглядит эта история так. Вот, именно выглядит эта история. Именно выглядит эта история так. А, что, вот, знаете как, вот что-то случилось, да? Он перестал себя вести. Ну, вот. Так, как? Вел, вел. Да? да, и вы, и вы, получается, ничего не сделаете, то есть, просто вот, ждали пока он, месяц, да, мужчина, будет, вот, ну, себя вести, как-то, вот, ага, хочется вас спросить, конечно, о том, да, что в это время, когда он перестал к Ласковым, а делали вы, и делали ли вы что-то, вот, а я вас не обвиняю ни в чем, вы не подумаете плохого всего, а, про меня, я ни в чем не обвиняю, но, мне кажется, что, вот, выяснить этот момент, то есть, как развивались ваши отношения, это крайне важно. Дальше, значит, он ее ничего-то ничего не чувствует, и хочет разводе, и это даже к батюшке. Я сначала плакала, потом психовалась, сейчас отпустилась ситуация, внутри очень больно, у нас же маленькие дети. То есть, вам, Александра, получается больно не за себя, а за детей, если я, опять же, я вас, эм, правильно понял. Вот. Ну, если я вас, эм, правильно понял. Ну, давайте, поисследуем, в таком случае, в случае, от чего вам больно стало, или из-за чего вам стало больно. Только ли из-за детей, только, только ли из-за детей. Или, может быть, еще есть, эм, ну, какая, какая-то, эм, проблема. То есть, это, мне кажется, эм, также нужно исследовать. Дальше, идем, так, эм, многие маленькие дети. Он считает, что их не бросает, и будет нам помогать. Но, что меня больше удивляет, это тянет его ко мне, если его тянет ко мне в сексуальном плане, он так и говорит, у нас общее это дети и срать. Что мне делать? Эээ, я полагаю, что, эээ, хорошим вариантом будет, эээ, рассмотреть, эээ, возможность более, эээ, тесного сближения. То есть, чтобы эээ, сблизиться на более, эээ, личностном уровне, условно говоря. Вот. Это, мне кажется, эээ, наиболее, такой, эээ, хороший вариант решения проблем. Вопрос, конечно, только в том, готовы ли вы, потому что, ну, готовы ли вы к нему, потому что есть ощущение, что вы просто не готовы к этому. Есть ощущение, что вы просто не готовы к тому, чтобы, эээ, вот, что-то менять. именно к тебе. То есть, вы до этого меняли, эээ, по отношению, к эээ, нему, свое отношение. Вот. А я говорю об изменении, все-таки, больше, ээээ, связанных с вами. Ээээ, конкретно, конкретно с вами. Вот. Это важно, на мой взгляд. Эээ, вот. Так что, вопрос заключается в том, ээээ, хочется ли вам работать над отношениями. Дальше. Вот. Вот. Своими. Именно в этом направлении. Если хочется, то, эээ, как и сказал, в общем-то, мой коллега, эээ, все, все вполне реально сделать, эээ, все вполне реализуемо. Это если хочется. Вот. Ну, а если вы хотите сохранить отношения только ради детей, то это далеко не самый лучший расклад. Вот. Потому что, эээ, вам будет сложно, мягко говоря, эээ, удержать отношения на том уровне, чтобы не было конфликтов. Эээ, вот. Вам будет сложно удержать отношения, если вы хотите, если вы их будете сохранять только ради своих детей. Вот. Это опыт и практика, психологически. Так. Вот. Такой ответ, в принципе, эээ, я думаю, вам можно дать. Такой ответ, я думаю, вам можно, ээээ, дать с точки зрения, эээ, профессиональной, ээээ, психотерапии. Вот. Значит, конечно, ээээ, конечно, ваши отношения нуждаются в ээээ, гармонизации. Конечно, ваши отношения ээээ, нуждаются в ээээ, корректировании. Вот. Это безусловно. Понятно. Я надеюсь, что понятно. Вот. Вопрос заключается в том, насколько вы готовы этим заниматься. И готовы ли вы этим заниматься. Вот. Если готовы, что, в общем-то, ээээ, помочь вам будет, ну, я не думаю, что, прям, очень сложно. Вот. То есть, вам, при этом, желательно, желательно стать ээээ, несколько более самостоятельной. Вот. Мне, почему-то, показалось, что, эээээ, вы, ну, не очень самостоятельны. По виду вы в отношениях, как вы занимаетесь. Но я не исключаю того факта, что могу быть неправ. Здесь. Вот. Поэтому. Тут, тут нужно, опять же, обратить ваше внимание на, ну, на, ситуацию. То есть, вот, посмотрите, как вы, ээээ, ну, себя позиционируете. Как вы себя, ээээ, ну, что-то, ну, видите, видите, что ли. Ну, прям, отношения. Вот. Вот. Мне кажется, что, это очень важный, важный момент. Вот. В целом, отношения можно сохранить, ээээ, не ради детей, а просто, вот, если между вами есть любовь, любовь, вот. Ну, а дети и страсти, это, конечно, недостаточно. Этого недостаточно для того, ээээ, чтобы отношения развивались, ээээ, ну, чтобы отношения развивались качественно, вот. Этого недостаточно, конечно же. Вот. И, соответственно, если, допустим, эээ, вы, к примеру, ээээ, будете, ээээ, развиваться личностно, если вы, ээээ, будете делать, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот, то я думаю, что ситуация вполне себе может быть лучше. Вот. Я так думаю, по крайней мере. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.